Эй, йоу! Здорово, с тобой Врумыч! Наконец-то я, наконец-то я смог зайти на ОФУ, потому что я, короче, с этими всеми, короче, выключениями сервака и так далее застрял в северных землях. Я думал, что это как-то пофиксится, но, к сожалению, это всё-таки никак не фиксилось, поэтому я написал в службу поддержки, благо они отвечают довольно быстро. Быстро меня вытащили с северных земель и, наконец-то, я могу записывать до вас ролики. Собственно, сегодня речь пойдёт о том, почему Инт-шлем. Я себе собрал, наконец-то, Инт-шлем и дособрал к нему накидку с ЛА. Собственно говоря, во-первых, давайте сначала миф о том, что стакается или не стакается два стата, при том, что это Инт-овый шлем, а это ЛАЙТ-овая накидка. Тут написано, что они не стакаются, но при этом, смотрите, у меня 27 показателей атаки вот с этими шмотками. Снимаю я накидку, у меня 22 показатели атаки, то есть 5 показателей атаки он даёт. Это раз. То есть оно стакается. Собирать это можно. Два комплекта разных Инт-овый и ЛАЙТ-овый стакается, так же и, я думаю, с другими вариациями. Далее, в чём прикол? Прикол в том, что весь сет восьмого ранга не требует характеристик ни ловкости, ни силы. Это раз. И пушка требует 54 силы, как у Сина, так и у Макаки, так и у Лука, скорее всего. И, собственно говоря, Инт-шлем требует тоже 54 силы, а ЛАЙТ-овый шлем требует 104 силы. То есть, грубо говоря, вы на этом выигрываете 40 характеристик. Почему 40? Потому что здесь на Инт-овом ты выбиваешь Интеллект, плюс 10 ты можешь максимально выбить. Вот, допустим, как на накидке, смотрите, я ловкость выбил, да, 10 здесь. Так, на ЛАЙТ-овом шлеме ты выбиваешь 10 ловкости максимальных. Ну, то есть они там крутки довольно дешёвые, поэтому 10 ловки там выбить вообще не проблема. То есть, условно, мы вот эти вот 50, да, разницу берём и десятка, которая идёт бонусом, потому что здесь ловкости, как вы видите, нет. Собственно говоря, мы выиграем 40 статов халявных. Я понимаю, что это не супер ультрафинальный сет, что там надо как-то по-другому собираться, но сейчас я выжимаю максимум со своего чара, с бюджетного моего чара. О планах и так далее я расскажу потом. Давайте теперь на цифрах, на цифрах. Мы переходим на сайт. К сожалению, официальный калькулятор, нет там шмоток с Нирваной, нету там шмоток с Нирваной, нету, нет. Поэтому приходится делать вот на таком сайте, вот, комментировать, я больше как бы тут, ну, ладно. Хе-хе-хе, блин, ты рофал. В общем, смотрите, я накидал здесь примерную куклу Сина. Примерную куклу Сина, R8R плюс 12, но я тут специально поставил 25243. Запомнили? 25243. Это планка с инд-шлемом. Я беру, снимаю шлем, отсюда добавляю 50 статов, это получается, а, надо отсюда сначала отнять, 558, это мы полтоса отняли, и получается, плюс сюда добавляем 94, получается 104, и мы напяливаем лайт-шлем. И у нас становится 24142. Там что-то было 25-200, да, 40, что-то такое. Короче, косарь 100 нижней планки. Косарь 100 нижней планки за то, что ты как бы скинешь просто статы. И в R8, R2 ты тоже так же можешь делать. Соответственно, ну, если ты шлем там не собираешь. Или если ты шлем соберешь, но он у тебя в оружейке будет, например. Кстати, видос про оружейку тоже справа в иглу. Так что варианты, в принципе, есть. Именно за этим собирается инт-овый шлем. В принципе, если вы там не супер-ультра богатый там на шлем героя, там еще какие-то шлемы там рарные, там финальные и так далее, То такой бюджетненький вариант скинуть статы, типа, не составит проблем, но там соберу там НХХ, соберу там. Все мне просто сразу же аргумент, но НХХ требует столько-то силы. Так я скину силу, пойду куплю талон, НХХ когда буду крафтить, буду это. А сейчас у меня 1100 халявной, 1100 халявной планки нижней. Единственное, на что обратите внимание здесь, это то, что лайт-шлем точится лучше, чем инт-шлем. То есть в ХП при заточке вы потеряете. Вот такие вот дела. Ставьте лайк, если видео вам оказалось полезным. И спасибо тебе большое за просмотр. Пока-пока.